Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская Жизнь. Посмотрела, короче, ребят, я вчерашние два видоса последних после машины. Короче, трындец. Фовка решил, что в машине, оказывается, причина, почему она не заводится, это в брелке. Я, ребят, чуть не упала. Мы с мужем смеялись, аж чуть животы не надорвали. Это какой-то ужас. Мы еще пересматривали этот момент, как они сидели все в этой машине и пытались ее завести. Это трындец, ребят. Это вот просто угар. Какими надо быть бестолочами, чтобы еще сидеть и убивать машину. Ужас! Короче, ну что, главная цель была не прокатиться. А главная цель была затариться жратвой. Да, да так, чтобы по акции затариться. Вот какие-то двойные стандарты у нас у Нинки. То она трясет банками с икрой и пытается нам доказать, какая она успешная, какие не жалко денег, как она блины жрет и наваливает туда ложками икру. То она, слушайте, ругается на кассе, почему ей со скидкой колбасей не пробили. Я, ребят, не могу. Ну, потому что баночки-то она скрывала, и явно там и не пахнет икрой настоящей красной. Кстати, у нас тоже продается икра Санта-Бремор. Да, и это имитация. Но, между прочим, эта имитация похожа на икру. Да, она лопается. И вкус тоже подобный икре. Ну, собственно, это не настоящая икра. И вот, возможно, Нинка решила понтануться, кинуть такие гнилые понты. Баночку, может, и заказала. А бы какой баночку, может быть, и нормальной. Ну, короче, ребят, ну, как может человек, да, который стоит на кассе и трясется за 20 рублей, чтобы ей скидка была на колбасу, и тут же нам показывать, да, как она жрет икру прям ложками. Ну, опять же, ребят, я говорю, двойные стандарты. Никакой там настоящей икры в помине не было. Баночки она эти скрывала руками, чтобы не видно была этикетка, чтобы мы, ребят, с вами не разнюхали, что там за икра. Короче, что дальше? Затарились жратвой, как всегда, спар, полапали, поцапали, всё перетрогали. Помидоры, огурцы поныло, поохало, поахало. Какое там всё некачественное, какое там всё негодящее, но, тем не менее, набрало жратвы. Да, всё экономненько. И целых две тысячи вывалила. Готовить лень, конечно, Нинка у нас и неумека, и ленивая. Вот чокот со стаканами у неё классно получается. А вот что-нибудь приготовить, поесть? Нет, это же куда? Это же столько труда надо вложить. А если руки у обоих не из того места растут, то что тут поделаешь? Приходится тратиться и ругаться на кассе, чтобы пробили колбасу подешевле. Да, короче, ребят, получается, что Нинок у нас как-то обнищала, что ли. А опять развездилась она по поводу работяг, что как же им тяжело живётся, да? Что прям и пенсионерам так тяжело. Не могут они позволить себе ничего. Нинок, так тебя, собственно, тоже самое ждёт. Только ещё хуже. Ты про пенсионеров вспомнила? Так ты про себя подумай. Раз ты уже на кассе дрожишь, чтобы скидку получить, переживаешь, чтобы что-то подешевле купить, боишься за яйца переплатить. Я, между прочим, тоже заметила сегодня, что у нас яйца подорожали. Но, тем не менее, я не ношусь по магазинам, не выискиваю подешевле. А какие есть, такие и покупаю. Знаю, что хотела Нинок этим сказать, что работяги не могут себе позволить. В том-то и дело, Нинок, что работяги могут позволить себе всё. А ты, тунеядка и лентяйка, ну вот и правда, не можешь позволить себе купить ничего без акции. Правда же? А чё будет дальше? Ой, чё будет? Я даже представить не могу. Особенно, когда ты станешь пенсионеркой. Вы уже сейчас скупаете по пол аптеки пилюли, закусываете ими. А что будет дальше? Так что прикуси свой язычок и лучше помолчи. Короче, ну что, скоро у нас начнётся. Я представляю, чё будет. Мало того, что машину надо прикуривать. Лучше бы они свои мозги прикурили, блин. А дальше же ещё не закончена история со шлёп ногой. Дальше же пойдёт колоть шлёп ногу свою. И там физиотерапия будет, а уже, говорит, нога болит, ничего не помогает. Ой, ребят, чё нас ждёт. Машину надо ремонтировать. Шлёп ногу тоже ремонтировать надо. Продолжать ремонтировать. Соберут, походу, всё семейство и всех друзей, чтобы снять аккумулятор. Да, ребят, ну, если, конечно же, дело в аккумуляторе, потому что после того, как Фуфонька просидела в машине, прокручивая всё ключиком, я уж боюсь представить, что сейчас с машиной. Ой, ну зато контент будет. Ой, нытья будет сколько. Машина поломалась, ремонтируем. Семью всю собрали. Сто пудово будут уже скулить и Ваню просить, чтобы приехал и чтобы посмотрел, что там произошло. Чтоб привёз зарядку, чтобы привёз инструменты. А то седобласая белоручка делать ничего не умеет, только умеет обгрызать манты. Кстати, вы видели, как ел Фуфа манты. И я, ребят, наблюдала и ржала. Значит, не ног, брала ножичком, разрезала пополам, как лопатой, слушайте, и открывала эту резиновую свою свистульку и туда запихивала. Я аж боялась смотреть на неё. Как можно толкать такие огромные куски в рот? Думаю, хоть бы не подобилось, хоть бы этот кусок в горле не застрял. Это же ужас. А Фуфанька, он аккуратненько обгрызал со всех сторон тесто, потом, слушайте, ел мяско. Я, ребят, понимаю, что он любит сначала не вкусненькое, а потом вкусненькое. Но чтобы так ели манты, я вижу первый раз. Интересно, а пельмени он просто целиковые толкает в рот? Или сначала тесто обгрызает, а потом мясо съедает. Вот надо понаблюдать. Кстати, фильтры эти уже вообще какая-то жуть. Стены какие-то жёлтые. Непонятно, морда у Фуфы всё равно красная, но и стены жёлтые. Ниног, ты с фильтрами-то разберись, что показываешь. Лишь бы что. Ну а как Ниног наша переживает по поводу яиц, что они дорожают? Как переживает в поисках подешевле? В поисках подешевле шубы только недорогие. Да, говорит, я такая экономная, поэтому у меня, говорит, всегда есть за что купить, пожрать. Ну, понятно, Нинка, у тебя же больше абсолютно никаких целей в жизни нет. Только бы было, что пожрать. А всё остальное такая ерунда, правда? Главное, чтобы было, что в рот толкать. Да не переживай, найдётся, что затолкать в рот. И, короче, мукбанг. Кусно-кусно, вкусная сметанка, вкусная аджика, вкусные манты. И так, слушайте, 20 минут всё было вкусно-кусно. Ну а Фовка молча заталкивал в рот огромные кусища. И заедал сарделькой. Да, Нинка же Фофе купила большую-большую сардельку. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok